Всем привет! Сегодня на обзоре у нас демо версии Dishonored 2. Ранее я не играл ни в первую часть, ни на ПК, ни на приставке. Не довелось мне посмотреть, пощупать, так сказать, данную игрушку. Все, в принципе, давали лестные отзывы о ней, но не довелось мне посмотреть на нее. Сейчас вот я смотрю, на POS VERSION 4 имеется демо версия второй части. Вот с вами попробуем посмотреть ее, что за она. Может тоже кто не играл, как и так, понаслышке, знаком с данной игрой. Итак, давайте, наверное, сперва посмотрим обучение, что нам предлагается в обучении. Начать обучение. Да. Так, ну что, продолжим. Я вспоминаю, как занималась с отцом после крысиной чумы. Он говорил, что когда-нибудь наши враги придут изо мной. Береговая линия до нового. Так, ребятки, ну вот, обучение началось. Графон. В принципе, приставки неплохо. Так. Все четыре метра пишем до точки, да? Давайте пробежимся или пройдемся, что все возможно. Так, а это что я нажал? Ладно. Ну, ребятки, так масштабник, конечно. Интересно, что мы будем отрабатывать сегодня? Что мы сделаем человечество? Посмотрим, что ты умеешь. Так, мы за девушку играем, получается. Ну, ну, пока ничего не умеем. Ой, про меня какую-то игру напомнила. Надеюсь, вы тоже догадались. Так. Ускорение, перепрыгни, препятствия и потом подкат. Быстрее. Ааа. Ну, уже я смогу. Ну, конечно, смогу. Так, ускорение, прыжок и сразу подкат. Я понял. И подкат. Отлично. Что дальше? Да, реально, ребятки, что дальше? Так, а это что? Так, чуть-чуть, чуть-чуть, за чего забраться. Так, неплохо. Мы идем пока что, ребята, да? В камере не померли. Так. Здесь придется залезать. Я понял. Если б можно было бегать и прыгать целый день. Иди ко мне. Ты быстро учишься. Ну, так. А теперь посмотрим, насколько ты бесшумно. Так, скрыть на режим. Так, нажмите нолик, чтобы перейти в режим скрытности. Так, на хай заставить далеко. В скрытом режиме вы можете прятаться под столами. Хорошо, давайте посмотрим, что мы сможем. Так, уроки тайное перемещение. Все время твердит, как важно ходить бесшумно. Ага, вот мы. Ох, подожди, что-то я сейчас только заметил. Ни хрена себе тут рыбеха. Какой-то неправильный кашалот, судя по его зубам. Так, и что мне делать-то надо? Опа. Все? Я не должен не видеть, не слышать тебя. Укровите ключ. Чтобы тебя не заметили прячься. Он ничего не заметил. Отлично, ребята. Тихо, будто рысь крадется за газелью. Хе-хе-хе. Ну, первое впечатление от игрушки, конечно, хорошее. Тем более, это вторая часть, насколько я понял. О, арбалет. Ой. Соли. Бедные крыски. Вот это что? А, тут менюшка получилась наша. Ясно. Ну что, как мы? О! И дверь высадили крюком. Прикольно, ребята, прикольно. Так, хорошее впечатление игрушка складывается себе. Графика достаточно прикольный стиль. Ну что, Эмили, подеремся. Так, тихо-тихо-тихо, подожди, подожди, чувак. R2. Так. Хороший удар. Вся в меня. Если на тебя замахнулись клинком, ставь блок. Как? Подожди, я понял, блядь. Я понял, понял. Ха-ха. Ребята, понял? Ну уже. Блядь. Есть. Неплохо. Ну уже. Ха-ха. Ха-ха. Ты быстрая. Ну же. Ну же. Разумно. Ну же. Отлично. Даже в бою можно придушить противника. Слушайте, как прямо спецназовцы натаскивают. Ну, давай. Есть. Бля, подожди. Да я понял. Ну же. Ну же. Ну же. Ну же. Держим, держим. Отлично. Неплохо. Понемножку обучаемся. Разновесие наноси смертельный удар. Да как? Когда враг выйдет из равновесия, можно начать контратаку и добить его. Ну подождите, подожди. Ну, сам ну же. Блин. Ну же. Ну же. Ну же. Ну же. Ну же. Ну же. Ну чё. Немножко получается. Я хочу знать, что ты за себя постоишь. И когда ты попадешь в беду, ты будешь готова. Так. Прикольно. Играем за девушку. Вот. Мы при загрузке ее наблюдаем. Так. Ну что, друзья. Вот мы. Демоверсия. Я понял. Вот мы прошли обучение, в принципе, данной игрушке. Посмотрим компанию. Может быть, немножко дадут нам поиграть в нее. Так. Новая игра. Давайте. Сохранялки у нас три получаются. Давайте. Первый выберем ячейку. Уровень. Наслаждайтесь сюжетами. Не спеша исследовать игрового мира. У врагов снизу на восприятие. Они наносят меньше урона и быстрее прекращают преследование. Эликсиры восстанавливают больше здоровья. Скорость восстановления здоровья увеличена. Средний уровень. Для игроков знакомы с играми в жанре экшена. Первого лица. Высокий. Для ветеранов в Dishonored и тех, кто любит испытания. Враги особо внимательны, сильны и более опасны в бою. Очень высокие. Но это понятно. Жопа полная. Пользовательские настройки сложности. Ага. Вот. Как видите. Даже можно настроить индивидуально. Сложность. Давайте низкую. Выберем. Посмотрим. Вообще, саму сюжетку, как подается. В принципе, играя первый раз, он тут и на низком уровне будет. Файлов достаточно. Так. Как видите, слева внизу идут советы. Можно переключаться. Почитать. Так. Ребята. Сначала такой же, как в обучающей миссии получается. Так. Запахи и звуки до нового не меняются. Да. Это мой год. Интересно, что мы будем отрабатывать? Ваше величество. Посмотрим, что ты умеешь. Хе-хе. Прикольно. Мы, в принципе, тоже проходили. Здесь нужно проскользнуть внизу. Быстрее. Есть. Так, блин. Я бы сейчас уже залпом все прошел. Я знала, что все получится. Так. Ну ладно. Хочется. Повторы. Давайте повторим. Сейчас я, ребята, по-быстрому пройду это дело. Ты за себя постоишь. Ты же не когда-то подражаю, ты уже это говорил. Чего? Ты будешь готова. Да, я готов. Да, да, готова, я готова. Да, игрушка прям. Внуждается почувствовать бабы. Так. Чего нельзя выбрать персонажа? Нет. Только для Дэнки. В полной версии там будет и возможность играть за мужика. Так. Давайте продолжим. Зачем мы отмечаем годовщину ее убийства? 15 лет назад, в разгар чумы, едва не погубившая Дану, наемный убийца напал на дворец, где я родилась, и убил маму. В борьбе за власть те, кто подослал убийцу, пытались сделать меня пешкой в своей игре. И преуспели бы в этом. Но мой отец, Корва Атана, выследил их и уничтожил их заговор. Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Теперь начался новый кризис. Чудовище, которое газеты прозвали королевским убийцей, убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. И я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света, или казнить всех приближенных. Ну, ребятки, я не знаю истории первой части. Будем отталкиваться от величества 2. Так, церемония, конечно, прикольно. О, шикарно всё сделано. Её императорское величество, Эмили Колдуин. Мои верные подданные, сегодня мы собрались, чтобы почтить память моей матери, Джессамины Колдуин. Доживёт её имя сквозь века. Эмили. Каждый год надеюсь, что в следующий день памяти Джессамины будет полегче, но нет. Вот бы мама была на троне. Я скверная императрица. Ты учишься. Так, ну, отец, в принципе, неплохо и обучил. И мы поймаем королевского убийцу рано или поздно. Люди говорят, это ты. Что эти убийства – отчаянная попытка защитить меня? Нет. Кто-то убирает твоих врагов, чтобы свалить вину на нас. Вот бы сбежать от всего этого. Ты же не сидишь в заперти? Думаешь, я не знаю о твоих прогулках по крышам? Держись. Скоро всё закончится. Защитник короны и отец. Давно уже пора было запретить совмещать эти титулы. Так, ну что, друзья, достаточно всё мило идёт. Кронатик к этому. Ваше Величество, прежде чем начнётся церемония, у нас неожиданный гость – герцог Сирконоса. Рамзи говорит, у герцога особый подарок. Любопытно. Чё-то мне это не нравится. Слуха Абеля, герцог Сирконоса. Тем более кто вообще их впустил. Как странно. В чём дело, Рамзи? Я таких не допускал. Ваше Императорское Величество, и вы – защитник короны Корватана, уроженец нашей Родины. Сирконос приносит вам соболезнования и дары, что напомнят вам о нашей земле – восходящей звезде южных небес. Мы благодарим вас, Рамзи. Не спешите, Ваше Величество. Вас ждёт величайший дар – семья. Знакомьтесь, это пропавшая сестра Джессамины, законная императрица Далила Колдуин. Не может быть. У моей мамы была сестра? Да ладно. Мой отец – император Эйхорн Яков Колдуин. А Джессамина – моя младшая сестра. Когда она умерла, я была не готова заявить о себе, и мне пришлось покинуть заново. Теперь я вернусь домой. Если вы и правда сестра моей матери, гостите здесь сколько пожелаете. Бедный мой воробушек. Я пришла садить от гнета короны. Отец обещал мне трон много лет назад, и вот я здесь. Повежливей. Эмили Колдуин – дочь императрицы Джессамины Колдуин. Защитник короны, пора тебе ответить за все убийства. Жизнь в моём дворце защищала тебя до сей поры. Услышьте все, ваша законная императрица вернулась. Слава императрице Талиле! Талиле Первой! Арестуйте Эмили Колдуин и её отца за преступление. Нормально так. Поворот. Воу. Блядь, его поймали. Украина. Сука. Ладно. Ну, вот, сучка, а. Так, играть за... А, вот, как раз таки, да? Играть за... Вот. Ну, давайте, все-таки, наверное, за мужика. Обучение мы за девчонку проходили. Хотя, конечно, эпично за девушку. Здесь, наверное, сюжет на ней все-таки поставлю. Поставлю. Я обращу тебя в мрамор! НЕТ! КОРВУ ОТАНО! КОРВУ ОТАНО! Тебе столько лет, и ты по-прежнему красив. И по-прежнему скрываешь метку чужого. Расскажешь мне о ней как-нибудь? Я запру его в покоях императрицы, затем отправлю в тюрьму Холдридж до суда. Мой отец спустил все. Отправил меня в страж, но хоть не на улицу попираться. И я подчинялся тебе, Корво ОТАНО, сыну какого-то торговца Серконоса. КАПИТАН, я слышала крики! Лорд Корво, что случилось? Да, КАПИТАННЫЙ. Вот, значит, игрушка защитника корон. Кому нужен складной меч? Так, меч у нас, да? Нет? Меч возьмет, меч. Да, ребята, такой вот поворот. Говорят, в покоях твоей дочке есть что-то вроде сокровищницы, а золота там столько, что хватит купить весь остров. Говорят, это один из двух ключей от нее. Что? Что случилось? Алексий? Тронный зал? Эмили? Так, ребята. Войди на точку я ничего не сделаю. Надо выбираться отсюда. Да, надо выбираться, но у нас ни хрена нету. Может, какой-нибудь арубин? Тоже. Так, можно поесть, кстати. Устанавливает силы. Неплохо. Так, на этого на паузе, ребятки, почитайте. Здесь информация разная. Императрица, Тролеля, Тополя. Да, тут больше нас... А, 100 секунд, дай что? Буквально, да, разработчик. Так, наружу у нас нет, да? Надо задается где-нибудь. Залезать раны. Я должен собраться с силами. Когда Эмили было 11, она засунула в эти часы лягушку. Я клянусь, я смогу все исправить. Я верну Эмили. Так, ладно, хорошо. Вернуть, не вернуть, а... Сможем открыть, закрыть окно. Блядь, как мы можем его свалить-то через так, детки? Другое окно посмотреть, как бы. Все открываются. Даже выяснимо. Нет, мы тут ничего не можем. Хорошо, давайте с двери начнем. Заглянем в замочную скважину. Эти ублюдки заодно с Рамзи и герцогом Сирконоса. Так, нечаянно земли не вижу. Труп убрали. Да, открыть мы тоже не можем. Ха! Какая-то патовая ситуация, слушайте. А что у нас есть вообще? М-да. М-да. Так, когда нам сделать-то, ребята? А как мы сможем куда-чего попасть? Пап, песье Яма. Теперь начинается новая глава. Неужели все снова будет, как тогда? Так, слушай, блин, никак не могло. А я здесь тоже ничего не нажму, да? Никто не сработает нифига. Ребята, а как нам вообще? Я дал вам просто часы там, кто запустить, они там должны что-то открыть. Походу вообще ничего не задает это. О! Хе-хе, получилось. Да, ну, он так хорошо, и чтоб устроишься, и снова неприятности. Так, а здесь и нигде не следует, да? А может, ну, пустыни вот это окно надо. Ну, подождите-ка. Это щас зафейлин. Так. Ну, как видите, масштабненько, люди ходят. Пароход. Так, трубу мы этого обошли, да? Лезть мы никак не можем по этому, да? Угу. Угу. Так, ребята, а тут вот как мы можем попасть. Отлично. Угу. 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 Помогите, Эмили. Мне жаль, капитан Мэйхио. Прощайте. Понятно так. Так. Больше ничего ценного мы здесь не идем, наверное. Так, смотрите, капитана. Вышел. Пидорасы наваляя. Так. А можем подобрать? Ха-ха. А скинуть мы можем? Бросить. У нас в материи. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Предатели. Эх, предатели. Так, ну чё? Ужасно. Тут еще есть у нас. Так, у нас здесь ничего не открыто пока что. Это горло оно! Да ладно что-то твое. Давай, давай. Эй! Стой трусно одно! Ага, ага. Да надо, да. Уй! Хаа-ха-хе пфу. Да. да это было мощно всех короче поубивали покромсали есть никогда не поздно выходы из тронного зала перекрыты значит нам можно не торопиться здесь останавливайте всех кто придет я обыщу королевские покои и сразу вернусь если конечно не застрянут если вернуться люди герцога мы вас прикроем ох вот так дела все меняется восстанавливается естественный порядок вещей вы знали что рамзи некогда давай-давай-давай правильно яблочки раскидали это хреново на чем пожаром как нам да неплохо мы тут конечно как-то джи сами на заставила меня тащить такой кальянный пикник как давно это было так стоп вот это наша любой ценой я верну тебя так отлично править а взаимодействие с трупом так что у нас есть да я все исправлю обещаю так окей а куда нам что бежать сокровищница 45 наверх на я нам обратно ладно погнали а вот смотрите замок сделал антон соколов антоха ты молодец так за собой можно так нам не надо идти сразу после чумы здесь часто смысл и глазки ушки закрыли за собой дверь так и что такое целебный эликсир может пригодится ясно если что ребятки на паузе читайте мне кажется королевские убийцы имеет отношение к перевороту пульки даже можно взять о пистолет пора выбираться в город интересно сколько людей забыла эту маску так окуляр а давайте мы сейчас так вот на расстоянии проверим да и вот так приближает хорошо на рынка что то есть даже если я вынесу отсюда все эти запасы дали его они не победят бабки надо взять каш надо здесь все так никому еще не мешал так так ребятки все это фигня сейчас мы исследуем идти времени нет чаще а сейчас подождите вот это я искал так если что читайте на паузе это сделал старина сэмюэль интересно какой совет он дал бы сегодня так все погнали ребят погнали выйти 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 на улице сдавайте ну давай попробуй так 71 процента становится еще локации так хорошо ребятки значит на этом мы прорвемся как только до загрузится у меня еще локация я попробую продолжить данная демка посмотрим на сколько она вообще сделана только можно в нее поиграть далеко мы зайдем по сюжету что все еще впереди подписывайтесь на канал и и и и и и и и Продолжение следует...